Привет, мои красавицы! С вами Карина и я продолжаю снимать вторую часть и рассказывать про мои бюджетные помады фирмы Essence. Первую часть, кто еще не посмотрел, обязательно переходите и посмотрите. Ссылку вы найдете под моим видео, а также все цвета и названия помад. Итак, что же сейчас у меня на губах? Я нанесла уже следующую помаду, это вот такая жидкая помада, она сделана как блеск, какой-то волосок здесь прилип, сделана в виде блеска, да, и что мне понравилось в этом дизайне? Потому что здесь она выглядит, как будто бы это помада, и я сначала думала вот так ее раскрывать, да, что, ну, как будто помадка, она просто смотрится в упаковке, но это блеск. И знаете, на самом деле цвета мне понравились, сама консистенция мне понравилась, просто там называется Liquid Lipstick, то есть жидкая помада, и цвет 04 Show Off называется такой цвет. Он немножко такой коралловый, такой как конфетно-коралловый цвет, и вы знаете, единственное, да, рекомендую прям у кого такие помады, кто думает о таких помад, прям пользоваться карандашом, да, делать контур, потому что все равно, вот я только что накрасила, и я вижу, что начинает растекаться немножко. И также промакивать сразу салфеткой, просто делать вот таким образом, да, чтобы промолкнуть, потому что сейчас я вижу на зубах у меня тоже остается эта помада. И да, мне кажется, эту помаду нужно все равно с ней как-то более-менее потрудиться, к ней привыкнуть, чтобы, да, подружиться просто-напросто, чтобы с ней подружиться. На самом деле, ощущение приятное, да, вот как на губах, но не сказала бы, что она прям липкая, но да, излишки нужно все-таки убирать. Следующая помада тоже этой же серии, жидкая помада, под номером 01 Color Party. Он уже, это цвет, ну, вот такой холодный розовый цвет жидкой помады, все то же самое, что я рассказывала про предыдущую. Еще хотела бы отметить, что аппликатор, он достаточно маленький, и с одной стороны, знаете, как вот у жидких помад от L'Oreal, тоже вот такого плана. Одна сторона более скошенная, другая сторона как бы прямая, да, то есть для верхней, для нижней губы. И еще хочу отметить, что вкус у этих жидких помад такой сладковатый, конфетный какой-то, ну, не знаю, на любителя. Конечно, я вообще не люблю, когда помады имеют какой-либо вкус, но, в принципе, не сильно так уж и раздражает. Единственное, то, что сейчас я опять не сняла верхний слой, поэтому я чувствую помаду на зубах. Ну что ж, осталась у меня последняя серия помад Essence. Это называется Sheer and Shine Lipstick, то есть как такие светящиеся прозрачные, да, помады. Они больше напоминают на губах как бальзамчики для губ, которые такие невесомые, но они опять же не такие вот, чтобы прям пигментированные, да. Ну да, как просто, как бальзамы больше для губ. И я взяла сейчас вот самый светлый оттенок, который у меня есть под номером 06 Frosted. Здесь уже такая прозрачная упаковка, и сам цвет вот такой холодно-прозрачный, ну, как, да, такой, как морозец такой немножко. И цвет, он не такой нетрупный за счет того, что она полупрозрачная, да, и поэтому все равно просвечивается ваш натуральный пигмент губ. Или, как у меня сейчас, например, от предыдущих помад, от ярких, да, у меня все равно пигмент остался на губах, поэтому она у меня смотрится сейчас более-менее розовой. Но когда наносите на чистые губы, да, либо припудренные губы, либо что вы там наносите на губы перед помадой, то у вас будет более-менее такой чистый, прохладный, полупрозрачный оттенок. Как на каждый день для утра, да, куда-то, утром, если вы куда-то собираетесь, то, да, можно вполне использовать. Ощущения приятные, не растекается, кстати, вот эта вот светлая, да, помада. И, да, мне, в принципе, нравится. Следующая помада этой серии Sheeran Shine Lipstick, тоже вот такая полупрозрачная, да, упаковка. Это просто вот такая нюдовая помада. Точно так же она более теплый цвет, чем вот эта вот предыдущая, которую я вам показывала. И на губах она абсолютно точно так же ощущается, как будто бы это просто бальзам для губ. Уже более теплый оттенок, розовая, тепло-нюдовый. Точно так же, если вы нанесете с карандашиком, то будет смотреться более ярко, да, более выразительно. Если вы хотите такое, как будто немножко, ну, так, по-быстрому вы накрасились, бальзамом пошли, то можно не использовать карандаш, а действительно очень быстро нанести и бежать, бежать, бежать. Следующая помада этой же серии Sheeran Shine Lipstick, тоже прозрачная упаковка, да, все, больше я этого повторять не буду. В цвете вот такой натурально-розовый. То есть он, наверное, больше как цвет натуральных губ, можно, если так назвать. Тоже такие же приятные ощущения, очень легко переносится, очень легко стирается, но не начинает растекаться. Так что этой линейкой я прям безумно, можно сказать, что довольна. Следующая помада под номером 08 Be Happy этой же серии. Вот такая красная, да, красно-такой коралловый цвет, наверное. И вы знаете, точно так же все то же самое. Единственное то, что сейчас я наносила уже очень много помад на свои губы, и губы все равно уже начали себя не очень так хорошо чувствовать, поэтому, нанося вот этот цвет, вот этот красный цвет, он, во-первых, начинает уже забиваться в складочки, да, и вот где я уже немножко испоганила себе губы, ну так скажу, то я уже вижу вот эти вот, вот эти вот неприятные, ну как, ну то есть вот эти вот места, где вот именно уже немножко у меня подтерлись губы. А так, в принципе, да, если губки у вас хорошие, и вы наносите не после 50 помад этот цвет, то он ляжет очень так равномерно, полупрозрачно, и будет увлажнять ваши губы. И последняя помада, которую я вам покажу из моих бюджетных помад фирмы Essence, это та же самая серия Shiren Shine Lipstick под номером 13 Like a Princess, как принцесса. Действительно, этот цвет безумно красивый, розовый, прям, не знаю, я от него в восторге, я даже не могу описать, какой это цвет розовый, вот еще раз вам его покажу поближе, и вот так вот рядом с губами. Действительно, цвет потрясающий, и вы знаете, что мне в нем понравилось? Он, да, он тоже немножко полупрозрачный, да, но если его наслаивать, наслаивать, так как он растекаться, в принципе, не будет, да. И я вот сейчас нанесла, и я вышла за мой натуральный контур губ, я не наносила карандаш, и вы знаете, таким образом, мне кажется, можно просто увеличить визуально губы. Да, если, конечно же, постараться и нанести сначала карандаш, и все это делать прям по правилам, чтобы красиво-красиво было, и потом нанести эту помаду, будет просто... У вас, наверное, идеальные губы без всяких подкачек. Как вам такой цвет, как вам такая помада? Мне кажется, просто безумно красиво смотрится. И да, все, мои все помадки уже закончились. Давайте я, наверное, сейчас сделаю... Нарисую полностью губы одним карандашом, да, чтобы посмотреть, показать вам, как смотрится карандаш, только карандаш на губах, и продолжайте смотреть. Ну что ж, девчонки, нанесла я карандаш, чтобы показать, как смотрится просто один карандаш на губах, в данном случае под номером 06 A Girl's Dream, то есть мечта девушки. Да, действительно, это, наверное, как мечта, такие карандаши. На самом деле, к карандашам я раньше относилась, ну, как нейтрально. Потом я просто нашла для себя некоторые карандаши, стала находить, которые именно имеют такую вот плотность, именно которая подходит для моих губ. И в данном случае карандаш лучше мне, конечно, механический, который не надо подтачивать постоянно, который точно уже не будет корябать губы. Он и не жирный, и не твердый, и не мягкий, который, чтобы он прям разваливался. Именно вот, не знаю, эссенс карандаши мне, да, мне они очень понравились. Я так думаю, что я возьму себе побольше этих карандашей. И если вы хотите просто сэкономить на матовой помаде, то карандаш, по-моему, стоит что-то в районе двух евро, если я не ошибаюсь. И да, можно просто использовать как карандаши, чтобы заполнять полностью губы, да, придавать цвет, делать контур, делать, рисовать губы, увеличивать их, как угодно. И если вы хотите нанести сверху помаду, то да, конечно же, это можно сделать. Можно поставить посерединке просто капельку блеска. И мне кажется, в карандаши это наши тоже такие, такие наши палочки-выручалочки. Посмотрите, как классно смотрится, как натурально смотрится этот карандаш на губах. А сейчас я хочу с вами попрощаться. Если вам понравилось видео, ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте перейти и посмотреть первую часть моего видео, ссылку на которое вы найдёте под этим видео. И если у вас какие-то есть вопросы, комментарии, пожелания, либо просто хотите мне написать привет, то я с удовольствием прочитаю ваши комментарии также под моим видео. Также подписывайтесь на мой инстаграм, там я публикую новинки какие-то, да, которые мне только приходят. Так что там тоже много всего интересного. И всем пока-пока!